Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность предоставить сообщение. Оно касается эволюции сопроводительной терапии, но, готовясь к этому сообщению, вопросов, касающихся сопроводительной терапии, оказалось очень много. И вместить их в 20 минут было очень сложно, поэтому я остановлюсь на самых таких основных моментах, которые мне показались наиболее интересными. Вопрос об индивидуализации лечения, в том числе и сопроводительной терапии, он стоит достаточно давно, и с самого начала момента попыток лечения пациентов подход был индивидуальный, касался он, например, оценки состояния пациента, его внешнего вида, веса и так далее. И, конечно, лечение должно быть комплексным, и оно касается не лечения одного какого-то симптома или синдрома, а должно иметь комплексный подход. И целями нашей сопроводительной терапии, конечно, является продление жизни больного, улучшение его качества жизни. И первый приказ, касающийся организации паллиативной помощи, был в 1993 году. Ну и то, что мне удалось найти, что впервые, когда попытались лечить онкологических пациентов, лечение начиналось с лейкозов, и тогда появились и первые осложнения – это фибрильные нейтропении, анемии, тромбоцитопении. И тогда задумались о том, как же улучшить эффективность нашей терапии, чтобы мы могли дать пациенту максимально возможные для него переносимые дозы, но при этом пациент смог выйти живым и с хорошим качеством жизни после нашего лечения. И все эти попытки начались с 1960 года, когда начали думать о создании эритропоэтинов, колоннестимулирующих факторов и о улучшении антибактериальной терапии. Дальше появилось лечение солидных опухолей, и некоторые моменты из гематологии перешли в лечение солидных опухолей. Появилась негематологическая токсичность препарата для лечения негематологической токсичности. И то, что сейчас активно входит в нашу жизнь, это терапия бифосфонатами, контроль боли, психоэмоциональная помощь и нутритивная поддержка. Достаточно интересный слайд мне попался, так называемая концепция «зонтик». Это наша сопроводительная терапия, которая включает в себя непосредственно специфическую терапию, направленную на лечение основного заболевания, и то, что ее сопровождает. Лечение симптомов – это плюс сопутствующая терапия для улучшения эмоционального и физического состояния пациента, и помощь терминальному пациенту. И что же будет включать в себя сопроводительная терапия? Это уже, как я сказала, борьба с осложнениями заболевания. Эта сопроводительная терапия, конечно же, занимает очень большую часть в лечении наших пациентов и направлена на улучшение качества и продолжительности жизни и возможность проведения адекватной терапии. Мы, как и многие другие онкологи, пытаемся создавать для наших пациентов брошюрки, к которым им будет понятно, что такое химиотерапия, какие осложнения могут быть, и здесь представлены непосредственно основные осложнения химиотерапии. Ну и, как я уже сказала, она направлена на то, чтобы мы могли провести адекватное лечение нашим пациентам. Из осложнений, которые могут возникать на фоне химиотерапии, бывают осложнения критические, которые требуют незамедлительного вмешательства, и бывают более отроченные осложнения. К критическим будет относиться синдром лизиса опухоль, синдром сдавления верхней полой вены, спинного мозга, инфекционно-токсический шок и гиперкальциемия. И другие осложнения – это опухольная интоксикация, кахексия, остыния, вторичная инфекция, аномия, гематологические осложнения и, соответственно, негематологические осложнения. Ну и также осложнения, которые отсрочены и связаны с проводимой химиотерапией – это полинейропатия, которая достаточно часто возникает на препаратах платины, токсанах, почечная недостаточность, кишечная непроходимость, либо наоборот может быть диарея, с приходом таргетной терапии, иммунотерапии – это кожная токсичность, мукозиды, диарея, ну и самая часто встречающаяся – это тошнота и рвота. Задача онколога входит, да, мы наблюдаем пациента, его лечим. Основной вид терапии – лечение осложнений. И также мы затрагиваем хронические симптомы и достаточно комфортное пребывание, стараемся, чтобы у пациента было как дома, так и в стационаре. Но в этом же процессе участвуют и родственники, и окружение пациентов. И они тоже несут свой вклад. В основном это психологическая помощь и помощь уже терминальным пациентам. И то, на чем я хотела остановиться – это тошнота и рвота, нутритивная недостаточность, болевой синдром, кардиотоксичность, психологическая поддержка и образ жизни. Тошнота и рвота достаточно часто возникают у наших пациентов и значительно ухудшают их качество жизни. К сожалению, мы видим только острую тошноту и рвоту, отсроченную мы практически не замечаем, потому что она проходит у пациентов дома. И многие пациенты даже скрывают, насколько сильно у них была тошнота и рвота, чтобы, не дай бог, им не отменили химиотерапию. И первое руководство по использованию антиеметиков появляется в 1999 году. И дальше у нас появляются наши новые препараты для купирования тошноты и рвота. При этом, вроде бы, это один симптом тошноты и рвота, но достаточно много препаратов, которые мы используем для купирования этого одного симптома. И вот мы видим, что появление тошноты и рвота значительно ухудшает качество жизни наших пациентов. И что же появилось нового? Казалось бы, карбоплатин, который мы, в принципе, не относили к препаратам высокоэметогенным, по новым рекомендациям он требует включения в схему терапии антиингибиторов НК-рецепторов априпетанта. В зарубежной литературе еще имеется фосаприпетант, но у нас это, конечно, априпетант. И также это препараты, использующиеся для седации. Что касается острой тошноты и рвоты, в принципе, никаких новых изменений здесь не появилось. Единственное, я хотела отметить, что все мы помним, что схема АЦ, она относится в своей комбинации к высокому риску тошноты и рвоты. Что касается отсроченной тошноты и рвоты, тоже значимых изменений никаких не было. Хотела напомнить о дозах, которые мы должны использовать. То есть мы не должны использовать максимальные дозы PH-3 рецепторов. Почему? Потому что больше не значит лучше. К сожалению, я помню, что был такой момент, когда пытались купировать тошноту и рвоту, назначали пациентам максимальные дозы, даже если разбивали в течение дня. Но тем не менее, надо помнить, что они увеличивают интервал КУТЭ у пациентов и ведут к сердечно-сосудистым осложнениям. Дозы дексаметазона на острую тошноту и рвоту, мы помним, что это 20 мг. Тоже не надо назначать большие дозы. В основном, в принципе, это всегда 8-4 мг. Что касается априпитанта, тут тоже все стабильно. Единственное, что априпитант и фосаприпитант в сравнении в клинических исследованиях показали равную эффективность между собой. И еще один препарат, по сути, четвертый препарат для купирования одного осложнения – это аланзепин. Чем он хорош? Тем, что он увеличивает седацию во вторую и в последующие дни, тем самым купирует возникающую тошноту и рвоту. Что касается недостаточности питания, которая в большом проценте случаев возникает у наших пациентов, она ведет, мы знаем, к снижению качества жизни, выживаемости, снижению ответа на наше лечение, снижению эффективности, повышению токсичности и стоимости лечения. И борьба с кахексией была описана уже давно. Есть папирус Эберса, где имеются первые собрания различных трав для того, чтобы победить кахексию у пациентов. Рекушита – это японское растение, которое используется в народной медицине при болезнях желудочно-кишечного тракта. Японцы используют его достаточно широко. Он позволяет восстанавливать уровень гормона голода, гейрелина. И в то же время, помимо борьбы с кахексией, он борется еще и с тошнотой и рвотой. И что мы должны помнить? Мы видим, что недостаточность питания, нутритивная недостаточность, это не всегда худые пациенты. Это могут быть достаточно полные пациенты, но при этом у них наступает циркопения. То есть мы видим, что объем мышечной массы, вот красным – это объем мышечной массы, он значительно уменьшается, при этом мы видим, что объем жировой массы сохраняется высоким. И что появилось нового для того, чтобы уменьшить циркопению? Потому что нутритивная недостаточность сама по себе – это обратимый процесс. Когда у нас наступает циркопения, которая ведет в свою очередь к ахексии, а к ахексии уже будет необратимым процессом. Появляются ингибиторы миостатиновых рецепторов, селективные модуляторы андрогеновых рецепторов и неселективные бета-блокаторы. И вот мы видим, что появление вот этих препаратов, да, оно значимо влияет на восстановление мышечной массы. То есть в несколько раз при использовании этих препаратов мышечная масса возрастает. Это ведет к улучшению качества жизни пациентов, переносимости нашей лекарственной терапии, влияет на их выживаемость. Препарат также использовался для профилактики к ахексии. В исследовании в основном включались пациенты немелкоклеточным раком легкого и пациентам колоректального рака. И мы видим значимое влияние использования этих препаратов на общую выживаемость у пациентов. В Институте онкологии было пройдено исследование по изучению нутритивной недостаточности у пациентов на химиотерапевтическом отделении. И да, эти данные совпали в принципе с тем, что публикуется в литературных исследованиях, что в исследовании наибольший процент потери веса был у пациентов раком желудка и плоскоклеточным раком головы и шеи. В принципе, что все это объяснимо. Объем потребляемой пищи значимо уменьшился также у пациентов колоректальным раком, раком головы и шеи, раком желудка. При этом физическая активность, нутритивная недостаточность прямо пропорционально связана с физической активностью. И пациенты менее активными стали в 32% случаев. Большую часть дня неактивны – почти 15%. Изменение индекса массы тела. Мы видим, что недостаточность 16 и менее – это тяжелая степень недостаточности питания. При этом 24% был индекс массы тела менее 16. Уровень альбумина и числа лимфоцитов, они также коррелируют с недостаточностью питания. Все мы знаем, что снижение уровня альбумина ниже 35% ведет к увеличению послеоперационных осложнений в 6 раз, а к частоте увеличению смертности в 4 раза. И мы видим, что снижение уровня меньше 35% наблюдалось у 35% пациентов. А сочетание низкого уровня лимфоцитов и альбуминов наблюдалось практически у 20% пациентов. И основной причиной снижения объема потребляемой пищи – это было снижение аппетита. И мы видим, что на втором месте как раз стоит тошнота, о которой мы говорили. Если не проводить нутритивную поддержку, она ведет к увеличению частоты токсичности. И мы видим, что без нутритивной поддержки частота возникновения мукозидов у пациентов была выше. Что же придумывается? Основная проблема неиспользования нутритивной поддержки – это очень часто бывает отказ пациентов. Им не нравится вкус, вид и так далее. Очень часто пациенты жалуются на то, что химический привкус. Но для детей, например, придумали новую форму, и в НИИ ее активно используют. Например, делают мороженое. Поэтому необходимо помнить, что питание для наших пациентов – это может быть даже больше, чем лекарство, и является неотъемлемой частью нашей терапии и реабилитации. Ну и теперь такой небольшой вопрос. Рассчитываете ли вы в своей каждодневной практике индекс массы тела? Не рассчитываете. Вы рассчитываете сразу потребность в нутриентах наших пациентов, и вы вообще никогда этим не пользуетесь. Ну вот обычно, я скажу, в своей практике мы его не рассчитываем, но к нам в помощь пришли программы электронной истории болезни, где автоматически нам просчитывается индекс массы тела, и мы волей-неволей обязательно обращаем на него внимание. Что касается болевой терапии, это тоже значительная проблема для наших пациентов. При этом существует спираль болевой терапии. То есть возникает боль, от этого у пациента возникает тревога, бессонница и так далее, и все это замыкается как порочный круг. Для того, чтобы разорвать этот порочный круг, существует много подходов. Это непосредственно сама противоболевая терапия, это различные психологические подходы, анальгетики, лучевая терапия, системная радионуклидная терапия и использование бифосфонатов в нашей практике. Но что мне попалось интересного, да, мы все знаем, что наркотические анальгетики на основе опиоидов широко используются для пациентов, когда мы не можем купировать болевой синдром, но при этом оказывается, например, из мака, получая опиоиды, доза, которую мы можем получить, она очень-очень маленькая. И это было большой проблемой, несмотря на то, что использование наркотических препаратов в стационаре не является проблемой. И вот интересно было проведено исследование, да, от маковых полей, грубо говоря, мы переходим к чашкам Петри. Соединив в себе гены дрожжей, гены опиоидного мака, василисника, резуховидки и человеческого фермента П450 удалось синтезировать первый искусственный опиоид. И, в принципе, сейчас тоже небольшой объем синтезируемого этого препарата, но, в принципе, можно поставить это на поток и достаточно большую дозу опиоидных препаратов можно получить. Небольшой опрос, касающийся качества жизни. Даете ли вы рекомендации своим пациентам по изменению качества жизни? Вы активно консультируете пациентов у психолога, рекомендуете ему участие в собраниях для пациентов? И используете ли вы в своей работе опрозники для качества жизни? Нет. Не получается, да, у нас делать? Ну и... А, работает. Ну вот я смотрю, что, да... Ну вот очень многие уже рекомендуют пациентам какое-то качество жизни, дают советы по качеству жизни, да, и активно пациенты участвуют в различных собраниях для того, чтобы понимать вообще, как им жить с их заболеванием дальше. Ну и почему вопрос коснулся качества жизни, да, потому что мы знаем, что сейчас появляется большое количество исследований, говорящих о том, что физическая нагрузка, например, для колоректального рака ведет к снижению риска смерти на 38%, а общего риска смерти на 42%. Эти пациенты имеют преимущество в общей и безрецидивной выживаемости. И в 2017 году на АСКО были показаны исследования о том, что здоровый образ жизни, а именно поддержание нормального веса, физической активности, диета богатая клетчаткой, ограничение употребления красного мяса и редкое употребление алкоголя ведет к повышению качества жизни. И вот, что касается молочной железы, то же самое, уменьшение риска смерти, и это не зависит от возраста, но, к сожалению, эти данные были эффективны только для пациентов эстроген-прогестерон-позитивных. Появились индивидуальные рекомендации для пациентов, создается индивидуальный план по физическим нагрузкам. Когда мы пациентам проводим химиотерапию, это могут быть шесть циклов с антрациклинами. Все мы знаем, что это влияет на сердечную мышцу. Также нутритивная недостаточность, которая имеется у пациентов, она ведет к саркопении, и все это ведет к уменьшению поглощения кислорода у пациента мышцами, и все это ведет, в общем, к снижению их выживаемости. Поэтому создание индивидуального плана, индивидуальных физических упражнений анаэробных на фоне лекарственной терапии ведет к улучшению качества жизни и отдаленной выживаемости. И вот проводились физические упражнения на фоне адъювантной терапии, самое раннее, после отмены адъювантной терапии, на фоне проводимой лекарственной химиотерапии и на фоне возникшей впервые выявленной опухоли. И было показано также относительно питания, что при физической нагрузке и высоком потреблении фруктов и овощей снижение риска смерти в два раза. Но это именно сочетание, именно физическая активность и потребление фруктов само по себе одно или другое не показало никакого влияния на выживаемость. Было голосование о Сангалине в 2015 году, нужно ли давать пациентам рекомендации по диетам и по физической нагрузке. И мы видим, что практически 7 пациентов проголосовали за то, что нужно давать рекомендации по физическим упражнениям и рекомендации по поддержанию веса. Вот такие вот брошюрки обычно расклеиваются в клиниках и даются пациентам о поддержании здорового образа жизни. В рекомендациях НССН уже имеются данные о поддержании здорового образа жизни. И по поводу проведения химиотерапии. Кому, сколько, когда останавливаться. Существует калькулятор продолжительности жизни в доступном виде в интернете, где, проставляя в зависимости от ответов на вопрос, что может сделать ваш пациент, то есть насколько ему тяжело дома справляться с повседневными обязанностями выходить на улицу, выставляется прогноз жизни пациентов и, соответственно, необходимость проведения химиотерапии пациентам в ослабленном состоянии. И что касается нетрадиционных методов лечения, которые наши активно пациенты используют, они могут использоваться самостоятельно, либо в комбинации с основными методами лечения. Чем это опасно, либо наоборот хорошо. Все мы знаем, что они могут воздействовать на наше основное лечение и об этом необходимо помнить и эти моменты учитывать. И что интересно, да, хоть мы и говорим про какие-то альтернативные методы, но вот уже на клинике Ультрайл-ГОФ появилось исследование для рака молочной железы, исследующее паклитоксил плюс-минус куркумин. Ну, будем ждать ответы этого исследования. И воздействия антиоксидантов, да, они могут уменьшить токсические проявления химиотерапии, но в то же время отсутствует влияние на продолжительность жизни и могут снижать эффективность нашей химиотерапии. Все мы помним, что больные распространенными солидными опухолями – это неизлечимые больные. Основная часть нашей работы заключается именно в лечении этих пациентов, а наша задача заключается в продлении их жизни и качества их жизни. И вот основные аспекты, на которые можем повлиять мы без воздействия специфических методов терапии, и пациенты как могут помочь себе сами. Спасибо за внимание. Спасибо, Альбина Сергеевна, за выступление. Вы рассказали о эволюции сопроводительной терапии. Действительно, о ней можно говорить здесь всю сессию, весь сегодняшний день. Уважаемые коллеги, есть ли у кого-то вопросы к Альбине Сергеевне? Нет, спасибо большое, Альбина Сергеевна. Действительно, сегодня без сопроводительной терапии невозможно проведение ни одного стандартного режима химиотерапии, не говоря уже о проведении интенсивных режимов химиотерапии. Уплотнение доз противоопухолевых препаратов, проведение высокодозной химиотерапии. И сопроводительная терапия плотно вошла в нашу жизнь, обычную, в рутинную нашу практику. И бывает даже, что сопроводительная терапия, она по экономической стоимости превосходит даже вообще режим проводимой химиотерапии. Но без этого на сегодняшний день невозможно. Я помню, как мы радовались, когда впервые появились первые антоцитроны, первые препараты, и они были действительно использованы в первую очередь у детей, потому что до появления этих препаратов более 50% отказывалось пациентов от химиотерапии именно из-за такого осложнения, как рвота. Насколько я помню, даже был фильм такой «Легко ли умереть молодым» как раз про онкологического пациента. И действительно, очень много было отказов именно из-за такого осложнения, как тошнота и рвота от химиотерапии. Сегодня мы не представляем себе нашу обычную повседневную практику без сопроводительной терапии. Спасибо всем. Продолжение следует...